Карл I родился 19 ноября 1600 года в Донфермлинском дворце на востоке Шотландии в королевской семье Якова VI и Анны Даской. Младенец был вторым сыном и четвертым по счету ребенком, монаршей Читы, поэтому на престол не претендовал и получил традиционный для своего статуса титул герцога Олбани. В 1603-м скончалась бездетная английская королева Елизавета I, после чего встал вопрос престола наследия. Яков VI шотландский приходился кузеном почившей правительницы и вскоре взошел на трон под именем Яков I, государь стал первым представителем династии стюартов и первым, кто одновременно правил суверенными Англией и Шотландией. В Лондон перебралось все семейства, кроме маленького Карла. В раннем детстве он был болезненным, поздно научился разговаривать и ходить и из-за слабого здоровья остался в родном Файфе под опекунством отцовского друга. С родителями окрепший мальчик воссоединился в 1604-м и получил титул герцога Йоркского, как и полагается второму сыну английского монарха. А в 1612-м от брюшного тифа внезапно скончался 18-летний наследный принц Генрих Стюарт, поэтому претендентом на английскую корону стал его младший брат Карл. Юноша по-прежнему был слаб физически, страдал рахитом и заикался до конца жизни. Тем не менее наследник стал искусным наездником, стрелком и фехтовальщиком и со временем смог поправить здоровье. Еще до восхождения на престол Карла сватали с испанской инфантой Марией Анной, однако договорной брак не состоялся из-за религиозных разногласий между монаршами семьями. Принц вместе с фаворитом отца герцогом Бикингемом даже ездил в Мадрид, что только усугубило конфликт, по возвращении наследника на родину Англия объявила Испании войну. Король Яков I скончался в разгар подготовки к вооруженной кампании в 1625 году. Новый правитель вместо войны на континенте выбрал нападение на испанские колонии в новом свете, а финансирование пытался найти при помощи новых налогов, что закономерно привело к недовольству поданных. Имевший влияние на Карла I Бикингем был убит в 1628, что фактически положило конец противостоянию с испанцами. Правда, это не решило разногласия между монархом и парламентом, поэтому король распустил его и следующие 11 лет правил единолично. Приверженец пуританства, государь задался целью установить общую религию, поддержал идею целебата для духовенства, учения о чистилище и ряд других церковных реформ. Такая политика не имела успеха в Шотландии, поэтому король решил действовать силой, арестовывал оппозиционеров, конфисковывал земли в пользу англиканской церкви, водил новые налоги, назначал на государственные посты епископов в ущерб местной аристократии. Многочисленные нововведения Карла I объединили все шотландские сословия и привели в 1637 году к народному восстанию против королевского абсолютизма. Местные оппозиционеры требовали оставить в покое свою веру, ликвидировать епископат и годом позже добились желаемого. Правда, это предсказуемо привело к разрыву отношений с монархом и череде вооруженных конфликтов между Шотландией и Англией, известных как епископские воины. Одновременно нараставшее недовольство вылилось в восстание и в Ирландии. Государю ничего не оставалось, как собрать долгий парламент, названный так из-за растянувшегося на 13 лет заседания. Депутаты отменили королевские указы, изгнали епископов из палаты лордов и провели ряд других преобразований. Если со многими из этих реформ Карлу I пришлось смириться, то Великая Ремонстрация, сборник его преступлений, поставил точку в отношениях с ирландцами. Так в 1639 году началась гражданская война, известная также как Английская революция. Конфликт завершился победой парламента и обеспечил переход страны от монархии к республике в 1660 году. Правда, уроженец Шотландии, казненный 11 годами ранее, этого уже не застал. Вскоре после коронации 25-летний английский государь женился на 15-летней Генриете Марии, младшей дочери французского короля Генриха IV. Первые годы брака личной жизни и общения супругов не складывались, а к любви они пришли только в 1628, годом позже на свет появился их мертворожденный первенец Чарльз. В 1639 пара потеряла еще одного младенца, когда скончалась их новорожденная дочь Екатерина. Всего же жена родила монарху девятерых детей. Второй сын Читы впоследствии стал королем Англии Карлом II и превзошел отца по количеству отпрысков, у него было 13 бастардов и ни одного законно рожденного ребенка, поэтому трону наследовал его младший брат Яков II. У Генриетты и Карла I был еще один сын Генри, скончавшийся от оспы в 20 лет. Также у правителя родились 4 дочери, но ни одна не дожила до старости. Старшая, Мария Генриетта, тоже умерла от оспы вскоре после 29-летия. Официальной причиной смерти самой младшей, 26-летней Генриетты Анны, назвали гастроэнтерит, однако все факты указывали на отравление ядом. Их сестры, Елизавета и Анна, скончались в нежном возрасте от пневмонии и туберкулеза соответственно. С весны 1646 Карл I отсиживался в Шотландии фактически на правах узника. В начале следующего года отправился под домашний арест под надзором английского парламента, затем бежал из плена, но вскоре был схвачен вновь. Все это время король надеялся вернуться к власти и вел переговоры, пытаясь найти союзников. Однако многими, особенно в армии, он воспринимался как кровавый тиран и в 1648 отправился под суд. Даже на Эшафоте монарх продолжал отстаивать абсолютизм. Казнь сорока восьмилетнего узника состоялась 30 января 1649 года. Его обезглавили, но в знак уважения пришли голову обратно к телу, чтобы достойно похоронить.